Доброе утро! Пошел третий день пребывания моего в Карпатах, в селе Адземброня. И сейчас, хотя погода, честно говоря, такая, натянуло дождик, вот даже сейчас немножко моросит, я закрыл свой лагерь и собираюсь прогуляться в другую сторону от дороги. В прошлый раз мы с вами были возле карпатских водопадов, а сегодня, наполовину не смотрится, а сегодня я хочу подняться и показать вам другую горочку. Я вчера там был, это местную называют Киевстаровская вежа, там стоит вышка Киевстар. Она намного ниже, высота там 980 метров, и туда идти примерно час-двадцать минут неспешным шагом. Но что интересно, по пути мне попался настоящий монастырь, мужской, по-моему, мужской. Там живет 3 или 4 монаха постоянно, и он такой достаточно любопытный, ну вот казалось бы, да, грубо говоря, почти край света, Адземброня, ну на тебе монастырь. Вот хочу через него пройти и показать это вам, эту дорогу. Если будет Адземброня, обязательно сходите, посмотрите, это интересно. Ну что, вперед. Пройдемте мимо коров, и нам от того места, где я живу, нужно свернуть в данном случае налево, вот на эту дорогу, которая ведет в центр Адземброня. Вот сейчас камеру на себя, гадский дождь не прекращается, единственная надежда на изменчивость карпатской погоды, что он пройдет, хотя все небо затянуто, но точно так же может и резко все проясниться. Вот такая особенность. Ну я с собой взял как зонт, так и водонепроницаемый плащ, то есть надеюсь не промокнул. Маленькая остановка, к сожалению, мой стедикам для экшн-камер почему-то напрочь отказывается работать. Кренит горизонту в одну и в другую сторону, батарейки свежие я проверил, не знаю в чем дело, поэтому извините, все-таки будет тряска, вот. По-другому никак не получится снять, приходится снимать с обычной селфи-палки. Вот, ну, постараюсь идти как можно ровнее, чтобы тряска была меньше. Так вот, о чем это я? Остановился я на том, что нам нужно пройти примерно метров 200 вперед, в сторону центра Дзеброни, и с правой стороны будет маленький указатель о том, что там находится монастырь. И вот это как бы является ориентиром возле этого указателя, точнее где-то метров 10 за ним, идет дорога направо, которая переходит через маленькую речку. Вот мы сворачиваем на эту дорогу, и дальше вперед-вперед-вперед идем вверх. Ну, собственно говоря, мы уже подходим, сейчас я вам покажу. Итак, вот знак, написано Преображенский монастырь, фотография 900 метров. И вот мы подходим, тут сарайчик такой, дровяной. И вот она дорога, с левой стороны камень навозили, видать, будут что-то строить, наверное. И вот нам, вот на эту дорогу. А дорога ли это? И вообще. Так, вижу, дорога. Сразу чувствуется. Значит, как бы тут нам пройти? Давайте, ага, тут положены доски. Ну, вот по этим досточкам, аккуратно-аккуратно, не спеша, пролазим. И вперед, вот, мы подходим к маленькой речке. Возле этой речки есть переезд. Не знаю, можно ли тут переехать. Наверное, можно. Да, тут нормальный переезд. Даже, наверное, Майланас переедет, если что. Но нам нужно взять немножко вправо, и вот будет три таких бревна уложенных, и нам через них. Дальше идем прямо. Прямо-прямо. Ошибиться тут никак невозможно. Даже при всем желании. С левой стороны будет дом. Корову за рейнтер не считаем. Привет, очередная корова. И вот нам прямо вон туда с вами. Ну, там делают мост. Я это дело вчера обходил. Давайте, наверное, вот, я сейчас его обойду, вот, за этой синей машиной. Ага. Есть такой, типа, пешеходный мостик. Вот тут, видимо, делают заезд для машин в монастырь. Видите, положили сетку, положат опалубку. Ну, мы с вами пойдем вот по этому мосту. Да, и, как бы, нам вот к этим вот воротам. Значит, мы их смело открываем. И вот тут, с правой стороны, написано Дзеброня, Прображенский монастырь, 700 метров. А с другой стороны, закрывайте ворота. Так, это животное идет за нами. Вот, хотела пройти, но мы ее не пустили. Не, ну тебя нафиг, корова. О, блин. Прикиньте, она открыла. Я не знаю, что делать. Короче, эта корова, наверное, что-то знает. Так, блин. Только хотел закрыть, представляете? Она рогами бах и вперед пошла вверх. Не знаю, ну давайте я их, наверное, на место поставлю, что ли. Смотри, какая моща. Понятно, что корова их сломала. Так. В общем, в битве ворота коровы победила корова. Итак, нам вверх-вверх-вверх вот по этой дорожке, собственно говоря, начинается подъем. Ничего интересного нету, даже корова замедлилась. Поэтому я тут выключусь и включусь на каких-то узловых точках. Вот мы подходим к жилому домику такому. И впереди еще одни очередные ворота такого плана. Кстати, по пути нам их придется открывать очень много. Штук пять или шесть. Вот. По-разному они сделаны. Ну, вроде это таинственная корова, что мне помогла. Вроде ее нету, надеюсь. А то она эти ворота снесет. Так. Давайте посмотрим, что тут у нас. Просто нахуй можно отодвинуть. Вот так. Потом прислонить. А, как бы не упало. Это чудо инженерной мысли. Все. Хай стоить. Ну, а нам вперед-вперед. И, в принципе, мы уже скоро будем подходить к монастырю. Вон вдалеке видно дома с крестами. Это и есть монастырь. А дорога идет все время прямо-прямо, никуда не сворачивая. И вот петляет немножко, как естественно в горах. Ну, собственно говоря, метров через 200 мы уже будем у монастыря. По мере того, как мы поднимаемся, смотрите, какой обалденный вид открывается на горы. А когда мы заберемся наверх, на сам хребет, там, где стоит Киев-Старовская вышка, то будет еще красивее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Только вы извините, мы внутрь не пойдем, потому что там две собачки. Я вчера чуть не стал жертвой их агрессии, скажем так. Но они не виноваты. Причем собачки там не Алабай, а вот кавказцы. Хорошо, что они были такие подрощенные. То есть, не щенки, но вот подросшие щенки такие, мне по колено. И не знали, то ли кусаться, то ли лизаться. То есть, ну, один меня так прихватил за ногу, вроде играющий, след остался. И они там не привязаны. Вот, поэтому лучше мы это дело обойдем. Вот, смотрите, ограда пошла наверх. Вот на каждом углу мостаря есть вот такие вот иконы. Наверх, наверх, наверх. А давайте с вами пройдем по этой дороге вот к тем двум, немножко ниже зданиям. Я там вчера, когда спускался с горы, видел памятник. Но он был ко мне задней стороной. Я не смог прочитать, кому это интересно. Давайте спустимся туда, посмотрим. Смотрите, вот это традиционная карпатская крыша такая уложенная, деревянная. Из деревянных дощечек. Интересно сделано. Тут колодец. Ну, людей здесь нет. Не знаю, для кого. Может, гостевой, может, еще что-то. Ага, это не памятник, а кладбище. Так. Светло память всем, кто загинал за землю нашу, за Украину, нашим землякам. Да, я так понимаю, что это памятник погибшим землякам в войне с российскими оккупационными войсками. Потому что года, вот, 2014, 2015, 2017 год, действительно светлая им память. Перед нами очередной заборчик. Но он уже сделал немножко не так. Нужно подвинуть на себя. И тогда сезам откроется. Вот так опустить. Перешагнуть. И поставить... Ой, извините. Поставить это все дело на место. Во. И теперь можно идти дальше. Дальше мы поворачиваем налево. И идем вот по этой полузаросшей дороге. Вперед-вперед. И дальше будет такой хороший крутячок. Метров сто. И мы выходим там на полоныну, что ли, по-украински. Или лужайку. Достаточно большую. По-русски. Где живут люди. Нам это дело надо будет обойти. Фух. Вот крутячок. Можно немножко перевести дух. И очередной заборчик. И дальше будет жилой дом. И нам надо будет вот зайти на этот забор. И жилой дом обогнуть по периметру с правой стороны. Забыл я еще про этот заборчик. Вот жилой дом, о котором я говорил. И после этого забора этот дом надо обогнуть по правой стороне. Потому что там тоже есть собачки. Тут целых четыре жердины. Сейчас буду их открывать. И дальше нам нужно вот по этой дороге, которая уходит вправо. Но она теряется. Вот сейчас. Я вчера вот думал куда пойти, но решил обогнуть. То есть следы есть, но она уже такая неявная. В общем сток справа и сток вдалеке вверху. Нам нужно держать ориентир на сток, который прямо вдалеке. Вон, видите, вдалеке попочек нам туда. Вот. И вот дорога идет вдоль-вдоль этого леса. Идет, идет, идет. Вот центральный сток. И ориентир вот это здание справа, которое правее стока. А вот мы сейчас берем левее и идем на это здание. Вот здание осталось справа. А нам с вами сейчас, переведу камеру, нам с вами прямо лес. А вот левее видны ворота. И вот нам в эти ворота нужно попасть, чтобы выйти потихоньку на хребет. Ну вот мы и вышли с вами на дорогу. Идем прямо, переводим дух. Вот. Всегда так, да? Чтобы посмотреть что-то красивое, надо сначала попотеть сверху. Такая вот проза жизни. Что без труда не выловишь рыбку из пруда. Да, в общем, правильно. Ну, сейчас уже осталось совсем немного до хребта. Пару очередных ворот. И мы с вами на хребте высотой 980 метров. Справа будет село Быстрейц от хребта. Куда я заезжал в самом начале своего карпатского путешествия. А с левой стороны будет Земброня. Вон она, кстати. Виднеются домишки вдалеке, если видно сейчас. Вот. Дождь пока перестал. Не знаю, надолго ли. Но совершенно обалденный туман. Я уже два раза отлетал на коптере. В этот раз, в этот поход. Ну, не поход, а скажем так, сегодня, да? В эту вылазку. Не стал с собой брать Sony беззеркалку. А взял только коптер и всё. И 6 запасных батарей к нему. Хочу полетать и поснимать красивое облачко. Так, ну что? Ага, смотрите. Тут сделано хорошо. Сейчас я вам покажу. Тут не надо открывать вот эти двери. А сделан вот такой перелаз. Видите? То есть берёшь просто, становишься и ногами вот перешагиваешь этот перелаз. Блин, клёво. Чего так не сделать везде? Ну, наверное, как обычно. Там, где людям это надо, хозяевам, там они сделали. Вот так. Ну что, тут ошибиться нельзя. Вот дорога в коровьих и конячих какашках. Вот нам прямо по ней. Главное сейчас не вляпаться никуда. И метров через 300 мы выходим уже непосредственно на хребет. Вау, вышли. Вот справа один хребет. Нам чуть-чуть буквально повыше. А слева хребет Дземброни. Пожалуйста. Красиво. Знаете, очень здорово вот так идти. Тишина. Сам. Просто наслаждаешься каждым моментом. Если сильно хочется что-то сказать, можно сказать это на камеру. Так что вы уж простите там, если буду говорить что-то не по сути. Ну, хотя какая суть? Просто красиво. Просто горы. Просто красивый туман. И заборы. Да. Кстати, сейчас разверну камеру из себя. У меня тут появился МТС. Вау. Вон, по-моему, то быстреть. Если я не ошибаюсь. По поводу интернета. МТС и интернета в Дземброни нет вообще, как факта. Тут стоит Киевстаровская вышка, которая вот, к которой мы направляемся. А МТСовской вышки тут нет. Тут не то, что интернета на МТСе нет. Тут связи МТС в принципе нет. Я вчера вот зашел сюда, и она у меня тут появилась. Вау. Я обрадовался уже. Думал, зайду сейчас на сток, посмотрю, какие продажи. Стоял полчаса. Так не смог ничего загрузить. То есть знак интернета есть, а самого интернета нет. Ну, что делать? Вот такая жизнь. Такая у нас интересная связь. Вот. Ладненько. Let's go. Давайте пойдем. Перепрыгнем через этот забор. И пойдем немножко поднимемся повыше. Блин, да вы шутите. Еще один забор. Надо было посчитать, сколько их. Пока я шел. Кстати, если я не ошибаюсь. Этот забор продвинутый технически. А знаете почему? А здесь есть крючок. Раз, два. Раз, два. Ну, все. Можно сказать, сервис. Так. Буду открывать. Для этого нужны две руки. Вот оттуда мы пришли. Практически подошли. Кстати, справа конячки пасутся. И крест. Но к конячкам я подходить не хочу, потому что я их боюсь. Вот. Поэтому мы их обойдем немножко по широкой дуге. Тут их целых четыре штуки. Сейчас поверну камеру. Вон они, и там вдалеке крест. Видите? Вот так. Поэтому лучше я их обойду, потому что с ними я дела не имел. Как обращаться, не знаю. У них их копыта. Они ими лягаются. У меня нет ничего. Поэтому лучше по широкой дуге. На всякий случай. Вот. Последний подъем. Такой, но уже не сильно тяжелый. Я вчера измерял по своим вот этим часам высоту. Вот. Высота этого хребта 980 метров над уровнем моря. Идти сюда примерно до середины хребта час-десять минут. То есть, в принципе, ерунда полная. И спустился я вчера неспешным шагом после того, как снял закат отсюда 40 минут. Это вот до того места, откуда я выходил. Вот. Поэтому могу рекомендовать вот этот хребет. Просто как такую не очень сложную прогулку выходного дня. А при большом желании можно пойти прямо-прямо-прямо. Дойти до Киевстаровской вышки. Ну, туда где-то километра полтора. И спуститься там вниз. Я думаю, что там 100% есть дорога. И как бы так вот таким образом обогнуть за броню с другой стороны. Может, я сегодня так и сделаю. Я еще сам не знаю, как карта ляжет. Очень хочется полетать красиво, поснимать. Потому что пройти мимо этого нельзя. Я обязательно должен это снять на коптер. Ну вот. Я не знаю, буду ли я еще включаться. В принципе, я вам все рассказал про вот такую... Блин, опять не путешествие, а прогулку, да? Про вот такую прогулку на гору по пути. Можете посмотреть монастырь. Кто уж интересуется этой темой, может попроситься. Вам там расскажут историю. Я просто не очень люблю, скажем так, такие глубоко христианские вещи. Мне ближе буддизм. Поэтому я особо в историю вдаваться не стал. На всякий случай с вами прощаюсь. Как обычно, не забудьте подписаться на мой канал. Где будет много видео про мои путешествия про Украину. Про мою фототехнику, про полеты. И вообще про все самое хорошее. До свидания.